радио 54 вообще если владеть двумя-тремя ремеслами данную технику просто не потянуть меня как-то задавали вопрос сколькими видами и направлениями искусству в жизни занимались я стал считать и где-то на 50 сбился ничего себе изделия из керамики до художественная резьба да и тем более они очень разные то есть данное искусство и стружки она требует какого-то синтеза знаний то есть просто так с нуля научиться только этому нельзя высокому мастерству вообще учится десятилетия как мудрые говорят многими жизнями поэтому азовы можно получить какие именно виды искусства вам помогли вот эту технику освоить вот что синтезируется именно в этом скульптуру из дерева наверно да ну прежде всего конечно это керамика особенно скульптура из керамик дело в том что гениальных мыслей у человека нет я всегда всем это объясняю все гениальные идеи идут новая хорошо забытая старая как говорится из высших миров информация льется она ведь не сергей васильевич она вообще всему человечеству просто если мастер готов воспринимает если нет то мимо но я просто оказался готов вот и все по что вы попробовали первым сделать первым такую маленькую птичку орелик а она где-то у меня мастерской так и валяется еще до сих пор а потом более серьезная работа это вот сова такая натуральную величину мы и сразу вывезли на краевую ярмарку ремесел где заняли тут же первое место вот с этого и началось потом каждый год мы обычно возили новую работу и вот так она разрасталась потихоньку у вас есть какие-то помощники или вы все делаете в одиночестве да нет в основном сам это ну просто начинается это все с идеи кого именно делать птицу там или зверька конкретно потом изучаешь по фотографиям все досконально по фильмам благочность информации это сколько угодно ну и тогда вот созреет уже образ придумываешь его самостоятельно то есть наполовину становишься собственно говоря либо птичка либо зверьку которого изготавливаешь вот а вот именно материальный процесс чего происходит вы сначала готовите какой-то грубо скажем балл сначала лепишь из пластилина сам пластилин это вообще классическая классический прием потом из этой пластилиновой модели переводишь ее в дерево то есть делаешь деревянную скульптуру каркас такой это не каркас это вообще скульптура ее можно выставлять уже уже готовый продукт уже да практически готовый проработанный до мельчайших деталей а потом его уже одеваешь сверху на скульптуру вы что вы делаете вы наклеиваете ли чем чем закрепляете да на кружке наклей ну вот на манула ушло целых четыре года с лишним 4 года 7 месяцев 4 почти 5 можно сказать четыре с половиной на все остальные примерно сколько зависит ли это от величины ну то есть прямо от размера или от чего-то от сложности отчего но птицы и звери в натуральную величину так и делаются где-то больше года до полутора лет фигуры и сколько нужно проводить в мастерской времени чтобы и ежедневно да получается что 12 14 часов иногда по 16 каждый день каждый день твой дом твоя область новосибирск 106 и 2 fm